приветствую всех сегодня будем разбирать карту это за кэш давненько не было обзора на эту монету а ведь есть о чем поговорить потому что за это время произошло довольно много интересного и сегодня хочу поделиться своим мнением у нас получается по классике нарисуем линию сопротивления и линию поддержки линия поддержки здесь будет более трудно нарисовать но предположительно у нас вырисовывается вот такая фигура то есть у нас есть треугольник который имеет поджатие сверху и соответственно как вы знаете такой треугольник пробивается вниз это конечно не супер для тех которые как раз таки инвестируют деньги напоминаю всем что у меня селеграм-канал где делюсь дополнительной полезной информацией есть вип-телеграм-канал и есть курс для начинающих инвесторов все подробности в телеграме что у нас здесь имеется здесь у нас как я ранее показал есть паттерн да и судя по потенциалу потенциал у нас здесь будет жесткий это получается падение вновь вот к этим отметкам к этим низам и конечно если посчитать по процентному падения то это еще минус 72 а всего это получится падение на 94 процента конечно же многие к этому не готовы и не хотят такого допускать и боятся поэтому давайте анализирую дальше и смотреть так ли это на самом деле если реальная угроза что такой паттерн себя отработает и мы упадем ниже посмотрим что у нас здесь паверсай по объемам объемов у нас до сих пор никаких нет у нас здесь наблюдается дивер паверсай и вроде как мы должны все-таки оттолкнуться по крайней мере возможно хотя бы последний раз до перед тем как мы грохнемся но показывает что вроде как какой-то отскок должен быть если мы посмотрим на могде у нас здесь получается ничего подобного разве что только нету нет у нас ничего такого что указывало бы на отскок здесь похуже ситуация давайте перейдем мы на недельным графики посмотрим и обозначим для себя еще одну фигуру еще один паттерн который предположительно может существовать то у нас имеется вот такой вот паттерн нисходящий тренд соответственно в этом случае не стоит ожидать сильного падения как при вот таком паттерн да а соответственно следует ожидать полета вверх пробитие ну и соответственно дальше и выше если мы также посмотрим на потенциал то есть в этом случае потенциал роста допустим он где-нибудь здесь пробьет то потенциал роста где-то до 500 долларов соответственно есть сейчас брать это можно увеличить свой капитал примерно в пять раз как же здесь поступить да какой же паттерн будет верный для наглядности я вам сейчас продемонстрирую что вот они касание да вот она все четенько так вроде как бы так и есть но с другой стороны все четенько и здесь есть обращая внимание что с этой стороны тоже все четко и тоже говорит что будет паттерн самая что не есть настоящий при этом есть здесь посмотреть здесь у нас башка сань да здесь как бы пока еще непонятная ситуация довольно запутанная один паттерна говорит за падение другой паттерн за гриттер за рост и соответственно пока еще трудно определить какой же паттерн настоящий что мы здесь имеем по свечам по свечам у нас была очень хорошая свечка которая предполагала разворот но практические доджи длинноногая доджи но к сожалению этого не произошло а произошло дальнейшее падение но это тест тест этой длинной тени и соответственно это в принципе нормальное явление тем более здесь у нас есть определенный уровень поддержки которые также будет тестироваться но опять же здесь очень опасный момент потому что может очень одной свечкой да мы можем пролиться то есть вы просто-напросто не успеете мы можем очень быстро пролиться вниз и конечно если не следить за рынком если не ставить стопы мы можем упустить этот момент да как вот примеру здесь было и буквально включив компьютера либо телефон вы будете ошарашены тему что произошло поэтому сейчас надо быть крайне осторожным и внимательным какая же ситуация может сейчас быть сейчас может быть продолжение падения до не обязательно на эти свечи предрыгают разворот у нас примеру тот же за кэш показывал аналогичную ситуацию что несмотря на все мы все равно упали потом рост потом еще упали и это не спасает до вроде с одной стороны намекает на рост но пока еще плохо 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 чтобы увидеть какую-то разворотную модель нам конечно необходимо все таки чтобы неделя закрылась в виде хорошего роста виде хорошего поглощения и тогда уже будет более спокойно и тогда мы можем как раз таки рассчитывать на отскок к линии сопротивления и попробовать заработать на этом сейчас же довольно опасно сейчас даже опасно ставить стопы потому что сейчас как раз таки есть вероятность не слабо верят на что будут охотиться за вашими стопами и ликвидировать самый безопасный стоп ставится здесь но если судить по расстоянии то как-то не особо хочется делать настолько большой стоп до соответственно вам придется вкладывать значительно меньше чем вы хотели бы вложиться и соответственно здесь не очень такая хорошая ситуация для того чтобы попробовать зайти несмотря на то что здесь вроде как у нас имеется линия поддержки кто более рискованный конечно может попытать счастье получается здесь заходите ставите стоп лосс ниже вот этих всех тени да вот это уровня и рассчитывайте на рост ну и здесь видите что потенциал в принципе хороший что мы даже вот до этой зоны сопротивления это имеем один к трем что есть смысл но предупреждаю что сейчас довольно смутное время и по всей вероятности будут охотиться за стопами поэтому есть вероятность что сбреет и сбреет ваш стоп но с точки зрения риск менеджмента можно все-таки попытать счастье ну и понятное дело соблюдая money менеджмент на недельном графике мы наблюдаем что у нас здесь идет на повышение лаи у нас остается на том уровне это хороший знак пользу того что все-таки есть вероятность что мы полетим выше арсай у нас здесь особо ничего не предрекает не говорит какие-то разворотные модели либо продолжение серьезного падения допустим да по объемам здесь мы тоже ничего серьезного не наблюдаем и смотрите как здесь в принципе можно для себя поставить во первых можно со стопами до обезопасить себя поэтому особо нечего угоревать вы закладываете свой риск вы просто заходите стать стоп и рассчитывайте на рост и если будет рост зарабатывать здесь без топов рассчитывать на долгосрочную инвестиции крайне опасно потому что мы реально можем пролиться довольно сильно и нету в этой никакой необходимости и все-таки сейчас данный момент заходить как долгосрочный инвестору я не вижу особого смысла лучше все-таки зайти тогда когда будет хоть какое-то подтверждение серьезное разворота в данный момент этого недостаточно чтобы мы увидели сигналы на разворот соответственно сейчас лучше всего не как долгосрочный инвестор заходить хотя опять же если вы со стопами то вполне это можно сделать но как бы то ни было без топов сейчас на мой взгляд лучше не заходить за кэш сейчас крайне опасная ситуация потому что есть люди которые любят усредняться как например советует кирилл эванс без топов но и также многие другие блогеры это определенно стратегии имеется но в данный момент я считаю что она не очень актуально и очень рискованная поэтому в данный момент лучше все-таки использовать стратегию со стопами просто напросто приобретая стать стоп лосс ниже и дальше смотреть либо все-таки подождать все-таки момента звоночка что будет рост какой звоночки может быть это получается модель поглощения это какие-то хорошие объемы соответственно bitcoin тоже покажет пробьет и несопротивление которое у нас находится примерно на отметке 32000 до полетит выше и это уже более-менее что-то такое хорошее будет а пока а пока на мой взгляд лучше только со стопами сейчас локально можно попытать счастье потенциал имеется оставим стоп лоссы и рассчитываем на рост если случае чего ничего страшного потом посмотрим и зайдем тогда более выгодную сделку либо те которые как я сказал хотят все-таки более надежно инвестировать дожидаемся все-таки отскока и только после этого залетаем но опять же со стопами желательно здесь если посмотреть то у нас есть некая такая модель получается мы пробили восходящий тренд протестировали и сейчас вы должны понимать что на этом падение не должно закончиться в этом случае мы будем падать еще ниже поэтому здесь крайне опасно и надо все-таки быть на страже это здесь можно пример вот так сделать что у нас ретест был вот здесь мы пробили протестировали полетели ниже но скорее всего этого движения будет недостаточно и мы прольемся ниже у биткоина аналогичная ситуация была он пробил линию поддержки протестировал и потом сильно упал ниже до соответственно сейчас может история повторится за кэшем после теста падение из-за того что здесь серьезно уровень поддержки мы его тестируем с первого раза не пробиваем но потом все-таки пробьем и тем выше поэтому то есть ниже поэтому будем крайне внимательным и без топов сейчас за кэш лучше не лезть потенциал роста как вы поняли здесь до 500 долларов в случае ну до этого еще далеко до нам еще оттолкнуться выросли пробить и только в этом случае мы можем рассчитывать на этот раз пока об этом еще слишком рано говорить сейчас как вы могли наблюдать именно сейчас тогда когда решающий такой момент когда все напуганы появляется все больше и больше прям друг за дружкой как по расписанию негативные новости не только в сторону фондового рынка но и в сторону криптовалютного рынка как и видите сейчас и хотят делать разбирательство с с владельцем байнерса бенби будет рассматривать еще одно крыто вижу будут выявлять рассматривать на предмет мошенничества в общем сейчас негативные новости прям в такой определенный момент и конечно это попахивает манипуляции не просто так и можно теоретически предположить что это для того чтобы так сказать высадить лишних пассажиров перед полетом вверх но здесь скорее всего будет очень такая хитроумная задумка этого есть мы обязательно пройдемся ниже чтобы людей еще больше напугать они начнут активно продавать эти же гиганты начнут у них все забирать и потом уже полетим вверх вот такой сценарий может произойти что людей напугает они начнут продавать они у них все выкупят но не дадут сильного падения и потом уже полет вверх то есть и локально все таки не слабая такая вероятность что сейчас течение месяца будут штормить рынок и как раз таки может произойти дальнейшее падение вниз этому без топов лучше не влезать а на этом все желаю всем профита всем до скорой встречи